Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет эфир про Китай. Давайте подготовительную речь произнесу. В первую очередь, обратите внимание на то, что формат у нас сегодня свободный. Затрагиваем абсолютно все вопросы, которые могут у вас возникнуть при работе с Китаем. Если что-то непонятно, вы можете пользоваться чатом YouTube в ходе диалога. Я буду отвечать попутно на ваши вопросы, потому что чем больше вы зададите разносторонних вопросов, тем объемнее получится наш эфир и принесет вам максимум пользы. Я этот эфир посвящу все-таки актуальным событиям при работе с Китаем. Что нас ждет в 2023 году, как работать, как находить сам тот интересный товар, который будет маржинальный, чтобы не уйти в минус. Поэтому пишите, во-первых, кто с какого города сегодня присутствует. И очень важно указывать, работали ли вы до этого с Китаем, какой у вас опыт. Если новички, ставьте один, если уже работали, закупаетесь, ставьте два. Ну и непосредственно ваши вопросы, это как палочка-выручалочка, потому что всегда во время эфира многие стесняются задавать вопросы. Конечно, можно потом в личные сообщения перейти, задать вопрос, но чтобы принести максимальную пользу для всех собравшихся, целесообразнее обсудить все самые горящие темы в прямом эфире. Так, круто, Чебоксары на связи. Да, хочу отметить то, что работаем вообще со всей Россией без разницы, в каком вы городе, и потенциал, который дает сейчас Китай на сегодняшний день, вы должны понимать, что вы можете находиться вообще, ну, хоть на краю земли, но тем не менее дистанционно отладить работу, начать продавать на маркетплейсах или уже расширяться, вы можете это осуществлять спокойно. На это есть полностью все необходимые инструменты и сервисы. Самара. Так, ребята уже есть, которые работали с Китаем, тоже очень круто. Екатеринбург. Вот, совсем скоро я уже начну вас знакомить, кто же я на самом деле, да, такой, какая у нас компания и чем мы занимаемся, на чем специализируемся, какие даем возможности на сегодняшний день. Давайте подождем буквально пару минуток и будем начинать. Сегодня знаменательный день, 12 апреля, а у нас с вами эфир, очень круто. Надеюсь, запись у нас сохранится, выгрузим ее, кто не успел присутствовать, чтобы также смогли получить пользу. СПБ. Супер. Да, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, рынок маркетплейсов в России настолько привлекательный, что запросы приходят даже из таких стран, как Киргизия, Казахстан, Беларусь. И многие из них, помимо своих собственных маркетплейсов, используют именно наши российские, Wildberries, Ozone. То есть здесь вы должны понимать, что эта индустрия полна возможностей. И действительно на старте главное уделить внимание на правильность выбора товара. И тогда у вас обязательно все получится. Так, мы ждем отмашечку и будем начинать. Да, да, Дмитрий Михайлов поздравляет вас всех с Днем космонавтики. Я присоединяюсь к поздравлениям на знаменательный день. Хотелось бы больше с каждым годом создавать знаменательных событий. Отлично. Так, можно тогда сейчас презентацию еще свернуть. Пару слов о себе добавлю и мы начинаем. Давайте, друзья, познакомимся. Все, наш эфир считается открытым. Ключевая информация по текущему эфиру. Меня зовут Денис Аксетин. Я являюсь основателем компании ChinaOK. И непосредственно наша компания является партнером вашей школы. Юлии Назарковой. Поэтому сегодняшний эфир мы посвятим всем актуальным событиям, связанным с маркетплейсами, электронной коммерцией и, в принципе, с оптовыми поставками из Китая. На сегодняшний день наша компания взаимодействует с такими рынками, как Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан. Дополнительно также мы взаимодействуем с зарубежными маркетплейсами, такими как Нун, это Объединенные Арабские Эмираты, Амазон, это США, и Лазада, это Таиланд и Вьетнам. То есть каждый маркетплейс по своей структуре, он напоминает, в принципе, одну единую платформу для электронной коммерции. Есть какие-то отличия, но они незначительные. То есть приобретя опыт на одной из платформ, добившись успеха, вы можете спокойно лавировать между различными платформами, найдя то самое золотое ядро, которое вас будет полностью удовлетворять в работе. Вот, поэтому давайте сейчас мы подключаемся к презентации, расскажу немного про компанию нашу, и начнем затрагивать актуальные вопросы. У нас сегодня эфир тогда состоится в формате, можно сказать, путеводитель. Я расскажу, как вообще выстраивается взаимодействие по шагам, первый шаг и последующие. С чем сталкиваются селлеры на сегодняшний день, когда начинают взаимодействовать с Китаем, или когда приходят к нам уже опытные игроки, какие преимущества мы даем для работы с Китаем. Компания China OK на рынке, мы уже присутствуем более двух лет, взаимодействуем с Китаем, и мы специализируемся на индивидуальном производстве. Это наши сильные стороны. То, что помимо того, что мы помогаем вам определиться с тем самым товаром, что продавать, как продавать, дальше мы помогаем вам уже отделяться среди других селлеров. Дорабатываем продукцию, видоизменяем, дополняем, или находим уникальный товар под вас, под ваш запрос. На сегодняшний день мы имеем уже более 350 успешных кейсов. Следующий слайд, и поговорим тогда с вами про этапы. Сейчас будет информация также обо мне, то, что я занимаюсь развитием вообще всей структуры по маркетплейсам e-commerce. Это как и Россия, и так и другие страны. Но, тем не менее, наша специализация и заключается в том, чтобы мы предоставили вам максимальную информацию на старте, чтобы вы понимали, как все устроено при взаимодействии с Китаем и уже от этого отталкивались. Можно следующий слайд. Во время эфира, если вы понимаете, что у вас сформировался какой-то вопросик, пишите сразу в чат между темами. Я буду брать паузу, отвечать на ваши вопросы. Не стесняйтесь, все свои, все пришли получить пользу и она вам нужна обязательно. Ждем следующий слайд. На самом деле, на что стоит обратить внимание на начальном этапе, когда к нам приходят селлеры. Первый вопрос, который всех интересует, а как же найти товар в Китае? Ждем следующий слайдик. Вот пролистываем. Одну минуту. Так, это я, это мой инстаграм. В конце эфира будет вся информация. Можно следующий слайд, Диана. Отлично. Какие странно с нами работают? Я уже повторюсь, но опять же, на карте все отображено. После эфира вы получите презентацию, чтобы можно было с нею ознакомиться и пользоваться руководством, которое мы составили под вас. Там все четенько будет расписано, и вы будете самостоятельно ею пользоваться. Следующий слайд можно также. И вот мы приходим как раз к первому этапу. Приходит к нам селлер, появляется у него запрос, надо найти товар или привезти товар. Давайте. Актуальные темы, с чем мы сталкиваемся и как обстоят дела в Китае. Во-первых, на сегодняшний день, если вы обратили внимание, у многих появилась проблема с взаимодействием такой платформы, как 1688. То есть китайские компании очень строго следят за тем, чтобы именно платформы, предназначенные для китайской аудитории, не уходили из страны, и они ограничивают пользование, так сказать. Если вы находитесь в России, в Беларуси, у вас есть свой IP, вас считывает программа и автоматически выбрасывает. Если раньше можно было спокойно с этим работать, то сейчас доходит стадия автоматизации и все сложнее, сложнее, сложнее остается возможность работать на платформе 1688. Можно ее как-то отметить, если мой курсор видно. Поэтому решение в любом случае есть, ничего страшного не случилось, просто нужно перестраиваться под тенденции рынка. Потому что, если вы обратите внимание, то в Китае на самом деле все социальные сети, они в принципе ограничены. WhatsApp не работает, Telegram не работает, Instagram тоже. YouTube закрыт. Поэтому все китайские пользователи используют платформы, которые доступны у них в стране или в данном случае для вас предоставлены альтернативные решения. Про них я сейчас и поговорю. На что мы обращаем внимание на этапе подбора товара, когда мы хотим найти самый интересный товар. Не нужно руководствоваться легкими путями, идти на Wildberries, на Ozone, пытаться найти там что-то уникальное. Чаще всего это просто повторение рабочей какой-то структуры по продаже, но это не говорит о том, что вы можете спокойно развивать свой магазин на протяжении года, и у вас не будет дополнительной конкуренции. Если же вы на начальном этапе прислушиваетесь к нашей рекомендации и начинаете пользоваться такой платформой, как Alibaba, у вас появляется возможность к информации на этой платформе. Она регулярно обновляется, и вы получаете возможность ознакомливаться с подборками, с каталогами актуальных товаров в текущий момент, в текущих реалиях. Alibaba тоже заинтересована, чтобы вы к летнему сезону привозили летние товары к осеннему сезону, осенние товары. Регулярно происходит обновление и наполнение каталогов, пополнение коллекций магазинов. Уникальная платформа, работает абсолютно на всех языках. Нашли какой-то интересный товар, не знаете, как он работает. На 1.6.8.8 это были бы для вас иероглифы. На Alibaba у вас полностью развернутая инфографика. Это, кстати, для вас бонус, то, что там на начальном этапе вы можете даже какие-то идеи для фотокарточек подглядеть, потому что они уникальные продавцы, и здесь стоит поучиться у китайских партнеров. Далее. Алибаба ничем не уступает. 1.6.8.8, да, то есть у них идет полностью синхронизация платформ. И обратите внимание, то, что холдинг alibaba.group, alibaba.com, она и включает в себя такие сервисы, как Taobao, да, это единая компания. 1.6.8.8 это второй крупный игрок, а третьего я назову чуть-чуть позже. Ну, то есть они между собой в равных пропорциях, но это вас не должно настораживать. Ваша задача заключается найти уникальный товар и выбрать фото товара, потому что распространены случаи, когда ребята находят товар на Wildberries, Ozone, Яндексе, приходят к нам, а мы в Китае этот товар найти не можем. Все потому, что он может привезен вообще из какой-либо страны, не знаю, там Иран, Турция, Казахстан, Киргизия. То есть вы должны понимать, что спецификация между товарами все-таки присутствует. Но если вы находите товар на Alibaba, на AliExpress, на Joom, то в любом случае мы уже понимаем, что эти товары присутствуют на китайских фабриках. И следующий шаг, опять же, обращаю внимание, AliExpress. Многие скажут, фу, зачем, это же так дорого. На самом деле тут вопрос в другом. Это розничная платформа, она занимается тем же самым, чем и вы на Marketplace, к примеру. Их задача продавать в розницу, упаковывать свой продукт, получая свою маржинальность. Но в данном случае мы можем пользоваться этой платформой только для того, чтобы подсмотреть какие-либо идеи. Например, захотели вы купальники привезти, вот зайдите вы на 1.688, вы потеряетесь. На AliExpress зашли, нажимаете фильтр, топ продаж или топ рейтинг продавцов, вы можете найти продукцию с высоким качеством, с рейтингом, с прикрепленными ниже фотографиями с реальными отзывами, как товар выглядит, ознакомились, посмотрели, товар вас устраивает, вы фиксируете фотокарточку, фиксируете, как на Alibaba, делаете скриншот на AliExpress, точно так же фиксируете и просто отправляете менеджеру в работу. То есть по факту вы должны понимать, нам необходимо понять, что вы ищете за товар, чтобы мы могли определить для вас ряд фабрик, которые производят ту или иную продукцию и получить максимально выгодную цену оптовую для закупки с фабрики. То есть, понимаете, здесь вообще неважно, какая цена будет указана, потому что эти платформы, они тоже самые, как и Wildberries, как и Ozone, это маркетплейсы, только китайские, только оптовые. Их задача создать суперкрасочную картинку, создать самые вкусные условия, вы переходите, начинаете возможно с кем-то вести диалог, и вы понимаете, что правда далеко не та, что указано в карточке товара. То есть, там появляются какие-то подводные камни. Производство две недели, хотите ниже стоимость, надо подождать, хотите еще ниже стоимость, надо количество увеличить. И по итогу приходим к рыночной стоимости. То есть, никто в Китае не продает, что рынок стоит, например, товар 20 юаней, а вы у кого-то там за 5 купите. Нет, это не так. Вероятнее всего, это просто мошенники. Вот. И в текущих реалиях Алиэкспресс тоже работает на русском языке. И хочу прикрепить сюда также компанию joom.com. Она дает нам возможность опять же найти трендовые товары, посмотреть, сколько их уже купили. Joom является международной компанией, но она занимается розничной торговлей. То есть, она копирует нашу деятельность, но порой у них появляются какие-то интересные предложения и полностью на русском языке тоже можете пользоваться. Ничего сложного в этом нет. Как по мне, уникальное альтернативное решение, чтобы найти на начальном этапе какую-то идею, прочитать ее и понять, насколько вы ее вообще можете комфортно для себя продавать на маркетплейсах в России. Ну и, конечно же, самый основной приоритет, который мы ставим при взаимодействии с нашей компанией, это каталоги China OK. Это закрытый канал, да, мы его запустили ровно год назад, может быть, чуть меньше даже, вот, и смотрите, как получается. То есть, мы получаем заказ, мы начинаем взаимодействовать, находим фабрики интересные, производим закупки, нас полностью продукция устраивает, нас устраивает поставщик, фабрика, как она справляется с производством, в свою очередь, так как мы выступаем торгующей организации, мы выстраиваем деловые взаимоотношения, запрашиваем полностью весь каталог продукции, каталог, и после чего добавляем его в закрытый канал. Зашли в канал, хотите найти нижнее белье или купальники, или игрушки для взрослых, каждый каталог идет в формате PDF, заходите, ознакомливаетесь, в каких-то каталогах есть цены, не нужно удивляться, что в каких-то каталогах нет цены. Если раньше китайцы готовы были продавать всю продукцию и расписывать от и до, то сейчас ситуация в корне изменилась. Они постоянно проходят точно так же обучение, как и вы, их обучают, как продавать, как выстраивать маркетинговые взаимоотношения, и, соответственно, они создают живописное описание своей продукции, преимущества своей компании, фабрики, и после того, когда вас заинтересовал какой-то продукт, вы прямо в каталоге делаете с телефона скриншот, прикрепляете его опять же к менеджеру и запрашиваете просчет, например, на 200-300 единиц товара, чтобы подбиться по цене и понять, какая логистика у товара будет. Так как вы являетесь партнером Юлии Назарковой, то есть вам достаточно прикрепить. Давайте сделаем хэштег сегодняшнего эфира. Я вот сейчас напишу в Ютубе, кто присутствует, для вас такой бонус, сегодня все-таки знаменательное событие. Давайте будет вот такой у нас хэштег Джулиан. Вот, когда в конце эфира я укажу контактные данные, вы можете написать этот хэштег, вы получите доступ в закрытый канал, он вообще у нас платный, но для наших партнеров, те, кто присутствует на эфире и кто сегодня успеет нам написать, у вас появится возможность получить доступ к этим каталогам. Вы зайдете, вы ознакомитесь, там каталогов свыше 300 позиций, постоянно дополняем от сезонности, от новинок, выставка в Китае вот через 10 дней, и там будут новые каталоги, и они будут в этом канале, и вам не нужно даже лететь, вам не нужно терять фокус, вам не нужно тратить лишние средства, вы можете выбрать для себя товар, определиться с поставкой, закупиться, и одним из первых уже реализовывать данную продукцию. Можно следующий слайд, фокус, и на что стоит обратить внимание, то, что сейчас фабрики в Китае, они достаточно лояльны в плане того, что если вы являетесь классным селлером, вы оборачиваете хорошо продукцию, вы можете как бы законтрактоваться с любой из фабрик, если у вас выкуп в течение года составит от 5 миллионов и выше, можно провести ряд переговоров, и, например, мы нашли с вами какой-нибудь классный отпариватель для одежды, провели переговоры, именно эта модель больше не позиционируется от лица фабрики, вы можете ее спокойно сами реализовывать, быть единственным представителем от этой компании. Вот, ждем следующий слайд, и пока что я посмотрю ваши вопросы, если слишком сложно, вы можете задавать вопросы, что-то непонятно, уточняйте, лучше сейчас, да, смотрите, еще обращаю внимание, то, что здесь, на втором слайде, после того, когда я озвучил все платформы, которые стоит использовать для подбора, здесь для вас это все расписано, чтобы вы, когда ознакомились с презентацией, вы смогли полностью вспомнить, о чем была речь, и как взаимодействовать с той или иной платформой, но обратите внимание, что на каждой из платформ присутствует функция поиска по фото, то есть зашли на платформу, вам надо что-то там почитать о товаре, что это за продукт, в каталогах порой бывает реально продукт непонятный, потому что там новинка, гаджет, кто-то пролиснет, но если вы усердно подойдете к этому вопросу, вы можете найти такой товар, который еще даже не реализуется, то есть я не говорю, что вы найдете там космическую ракету и будете первым, то есть мы понимаем, что наушники там пользуются спросом, но вы нашли такую модель, которая еще не представлена, почему бы и нет, будьте первыми. Можно следующий слайд, читаю ваши вопросы, куда надо написать, чтобы добавиться в этот каталог, в конце, в конце будут у вас ссылочки, QR-код, вам достаточно будет отсканировать, написать хэштег и вы получите доступ, вот, хорошо, отлично, идем дальше, не забывайте про обратную связь, для меня она очень важна, потому что я это рассказываю, мне все понятно, у нас каждый этап автоматизирован, вот, я хочу, чтобы вы точно так же взаимодействовали с Китаем, у вас это все было по полочкам, структурировано, сделали классный фундамент, начали масштабироваться и развиваться, вот, обращаю внимание на вашу такую платформу, как JD.com, да, я обещал рассказать про компанию в Китае, третью по счету гигант, которая занимается электронной коммерцией, и это JD.com, давайте с ней тоже знакомиться, если кому-то будет интересно, как ее найти, вы можете написать, мы в обратной связи укажем, как найти эту платформу, потому что она не бьется по названию, она бьется по иероглифам, ее только так можно найти, потому что действительно китайская платформа, но она доступна на английском языке, это передовая платформа, она, можно сказать, очень быстро выросла в момент коронавируса, когда все компании, все предприятия, все магазины начали закрываться, знаете, что эта компания сделала? Она догадалась, что люди хотят покупать онлайн, и они хотели стать первыми, кто будет доставлять эту продукцию, и они с помощью летающих дронов стали доставлять посылки в закрытые провинции, а чтобы вы понимали, в Китае ковид выглядел следующим образом, там, не знаю, 5 миллионов по домам разогнали, и никто не мог выйти, если ты с положительным тестом, ты сидишь дома, и с помощью дронов они доставляли, осуществляли посылки, то есть в нашей ситуации там, Россия, Европа, это только дойдет там, к 25-му, не знаю, может быть, к 30-м годам, то есть сейчас идет доработка, а они помимо того, дроны, они еще и дополнили свою продукцию тем, что у них были без автомобилей, без водителя, полностью роботизированная техника, то есть автоматические заказы доставляли там, к каким-либо домам, и происходила уже выгрузка, отдача по QR-коду, это просто уникально, когда ты узнаешь такие кейсы, ты понимаешь, что нас еще очень много с вами ждет интересного впереди, ну и конечно же эта платформа знаменита тем, что они специализируются не просто на создании уникальной инфографики, карточки красивой или описания, они взаимодействуют с блогерами, что как бы призывают и вас сделать, да, то есть нужно рассказывать грамотно о своем продукте, рекламировать его, и JD.com в 22-м году 11-го, 11-го, в черную пятницу, один из китайских блогеров, эта девушка в течение 24-х часов совершила продажи от различных магазинов в формате онлайн на 3 миллиарда юаней, вот вы просто представьте, сколько это ноликов, это просто космос, и следующий момент, то, что 1,688 сейчас плохо работает, не нужно думать, что вот вы самый умный, и вы можете загуглить информацию, спокойно зайти на jd.ru или на 1688.ru зарегистрироваться, и все будет круто, ко мне приходят клиенты радостные, делятся с событиями о том, что они зарегистрировались на 1688, находясь в России, я задаю вопрос единственный, как вы это сделали с российским номером, объясняю, что вот есть такой-то сайт, я смотрю, это просто зеркало, регистрируясь на таких платформах, я не знаю, что это за платформа, никаких гарантий, то есть вы просто сливаете свои данные, привязанные карты, все социальные сети, подвергаете себя дополнительным рискам, на этом этапе нужно искать каких-то легких путей, то есть придерживайтесь грамотного взаимодействия по оптовым закупкам, и будет вам счастье, можно, пожалуйста, следующий слайд, хэштег вы напишите, ребят, когда мы подытожим сегодняшний эфир, там все будет ясно и понятно, нам. Дальше, на что стоит обратить внимание на начальном этапе, на начальном этапе, когда вы ищете свой товар, да, в первую очередь обращайте внимание на плотность товара и его вес, это очень важно, к примеру, к примеру, в Китае, например, можно привезти детские роботы в таких небольших коробочках, там цена закупки будет 20-30 юаней, классно, классно, если посчитать вот этот объем робота в коробке, коробка не должна помяться, это должно быть все грамотно упаковано, и учитывая минимальный вес данного изделия, то есть у вас ваш груз занимает огромное пространство, понимаете, а веса у него нет, логистика очень дорогая будет, очень дорогая логистика, поэтому если мы возьмем, например, опять же, в противовес, я просто грубые примеры говорю, я не призываю сейчас что-то покупать, если вы везете наушники, вот вы представляете, да, то есть это маленькая коробочка, вес соответствует объему, логистика минимальная, цена закупочная минимальная, интересно, интересно, дальше, на что стоит обратить внимание еще, дорогой воздух из Китая, опять же, это касается и плотности, они соприкасаются, да, эти подразделы, как понять дорогой воздух из Китая, очень любят у нас такие запросы присылать на начальном этапе, когда я хочу привезти какую-нибудь косметичку, она пластиковая, внутри полоотверстие, полочки, все-все-все есть, но вы поймите, опять же, данное изделие, может быть, и имеет вес, но внутри та полость, которую он занимает, а вероятнее всего еще и коробка дополнительно поверх идет, они, они не могут эти полости быть заполнены чем-то либо другим, то есть, вы будете вот именно за этот воздух внутри вести очень, я бы не сказал просто, что это достаточно выгодно вести автотранспортно, надо использовать другие способы доставки, тогда можно взаимодействовать, вот, то есть, здесь тоже обращайте внимание на то, что в Китае происходит тенденция по оптимизации любой продукции, абсолютно, в нашем канале, да, мы часто в канале Telegram China.ok мы часто публикуем товары, которые находим, и они по своей уникальности просто поражают, например, хотите привезти швабру, она полностью складывается, она из силикона, она не ломается, полностью разборная, минимальный объем, достаточный вес, очень интересная поставка, наборы для путешествия, для пикника, все складное, все портативное, товары для дома, вот представьте, вы привезете 100 полок неразборного типа, вы будете на грани того, что, ну, вы сможете потерять свои средства, которые вы вложили, и представьте, что кто-то зашел в канал, полистал, и увидел у нас складные полки, которые складываются до размера 40 на 20, вот вы, вы просто контейнер можете этих полок привезти, у вас там логистика будет просто крошечная, но когда она разбирается, это, это не какой-то ширпотреб дешевый, это качественный продукт, у него соответствующая цена, но это уникально, то, что раньше такое нельзя было позволить, или приходило все хлипкое, хрупкое, а сейчас китайцы преследуют функцию, чтобы товар был максимально полезным, то есть его КПД превышало его стоимость, то, что пользу, которую продукт дает, она превышала его себестоимость даже в розницу, когда вы будете продавать, вот, актуальность на маркетплейсах не забываем учитывать, ласты не продаем в январе, сноуборды в июне, вот, и будет вам счастье, и опять же, не старайтесь заходить в горящие сезонные товары, не знаю, школьные рюкзаки не нужно продавать, не нужно заказывать в августе, вы уже опоздали, как минимум, да, вам нужно создать карточки, вам нужно заняться маркетингом, раскачать это все, крайний там срок, это начало, середина, июля, да, чтобы к августу у вас уже товар был в России на руках, тогда все четко будет. Уникальность товара, про это я тоже уже вначале сказал, то, что обращайте внимание, пожалуйста, на то, что, знаете, как это все происходит, сейчас будет просто вообще взрыв, открывайте вы вот систему аналитики, находите топовые позиции, и вы нам их скидываете, вот по количеству запросов, которые поступают, я могу сказать, что система аналитики, она просто как будто бы, знаешь, вот просто берут одну и ту же идею и идут повторять ее, а моя задача не в том, чтобы вы копировали еще и друг друга, нет, ваша задача все-таки проявить креативность на этапе выбора и проявить вот эту именно уникальность, да, которая позволит вам, в принципе, как-то отделиться среди конкурентов, я объясняю, как это происходит, нашли через систему аналитики товар, который стоит в топе продаж, и вы не пытаетесь привезти этот товар, вы просто делаете скриншот продукции, да, переходите в чат поддержка менеджера и говорите, ребятки, я очень хочу привезти товар, цифры крутые получаются по аналитике, ну давайте-ка мы попытаемся найти фабрику, да, мы очень часто на этапе коммуникации получаем взамен готовые предложения, актуальные на сегодняшний день, вот, например, сейчас 12 апреля, то есть я могу связаться с предприятием по той или иной продукции, вот интересуют меня, не знаю, велосипеды, интересуют, я направлю запрос на фабрику, я получу не только велосипеды за 22-й год, я получу модели велосипедов за 23-й год и даже те модели, которые готовятся к выставке, которая состоится вот через 10 дней в Китае, понимаете, и вот вы подумайте, у кого будет больше преимуществ, у того человека, который продает товар 21-го года и у него там раскачанная карточка, понятно, но как бы закат не за горами, то есть все продукты они лимитированы по времени и срокам продажи и у вас появляется преимущество зайти абсолютно с доработанным товаром 23-го года и непосредственно в этот момент вы получаете вот эти преимущества, которые в принципе вписываются и в юнит-экономику и вы являетесь как бы первопроходцем, вот она уникальность, да, то есть я не могу сказать, что на сегодняшний день идея при работе с Китаем купи-продай она актуальна, мне кажется, ну вот кто не хочет на начальном этапе подзадуматься, как скреативить или что-то добавить к своему продукту, ну нужно все-таки тогда руководствоваться поддержкой или просить помощи, да, на данном этапе, вот, ну и назначение товара, опять же, вы уже для себя определяете, то есть насколько на том или ином маркетплейсе ваш продукт будет востребован, да, то есть ну есть же все-таки градация, когда с электроникой идут на зон, с автотоварами идут и на зоны на вайлдберрис, с детскими товарами предпочитают вообще работать на Яндексе, то есть здесь нужно ориентироваться все-таки на этапе выбора, опять же, что у вас за продукт и где ваша целевая аудитория, не нужно думать, что на любом маркетплейсе у вас будет однозначно на равных спросах, где-то он может быть ярче выражен, поэтому здесь тоже нужно дать должное выбору, а где все-таки продавать. Давайте следующий слайд и продолжим. Есть ли вопросы, пишите. Да, опять, это все заметочки для вас, чтобы вы ознакомились. Можно следующий слайд. Так, следующий этап это все-таки где покупать товар. Все мы любим Китай и первое, что нам приходит в голову, это, конечно же, огромные рынки, то, что можно закупаться и все будет классно и круто. да, 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 но это было три года назад. Сейчас в связи с тем, как ковид отразился вообще на всей истории Китая, то, что они пережили это событие, прошли его достойно и приумножили свой потенциал рыночно-экономический, ну, просто у меня нет слов, они большие молодцы. А что сейчас с оптовыми рынками в Китае, да, то есть вот в начале эфира мне написали «Вы байер». Я никогда не относил себя к байеру, да, то есть мы предоставляем полностью готовый комплекс услуг под ключ, то есть мы ведем производственный цикл, мы находим предприятия, ведем переговорные отношения, мы можем регистрировать все ваши пожелания в контракте и заключать их с фабриками, то есть чтобы все ваши переживания, они были зафиксированы и вы получали максимальные гарантии. Вот что такое байер в моем понимании? Это человек, которому ты написал или позвонил, он весь день бегает по рынку, снимает для тебя только товары, ты выбираешь и возможно вы как-то взаимодействуете. Какие риски вы здесь получаете? Вы получаете такие же риски, как и при взаимодействии на российских оптовых рынках. То есть пришли, купили, классно, в следующий раз что-то, ой, цена выросла, в следующий раз, ой, что-то, упаковка другая, в следующий раз, ой, товар закончился. Вот, то есть очень часто к нам люди приходят уже как бы являясь жертв, заложником данной ситуации. Чтобы не быть заложником в данной ситуации, на начальном этапе, когда мы начали развивать и строить нашу компанию, мы выбрали иной путь. Мы начали сразу работать с фабриками, мы предпочли брендировать продукцию под баз, дорабатывать ее. Да, это сложнее, да, это большие риски, и на скорую руку ты ничего не сделаешь, и если руководствоваться какими-то эмоциональными порывами, ты можешь просто наломать дров. Но если грамотно воспользоваться отлаженным сервисом, то что вы получаете при взаимодействии с фабрикой? Цена на продукцию, как правило, фиксированная, да, если увеличиваете закупки, то получаете дисконт, если рубль падает, ну, здесь уже никто не застрахован, курс яния мимолетно просто улетучивается, и доллар тоже взлетает очень быстро, то есть здесь единственный риск это падение рубля, да, и вот эти все манипуляции. Дальше с валютой. Дальше, если мы говорим про качественную упаковку, про брендирование, у вас появляется полностью спектр возможностей по доработке товара, у вас продукция идет в одной и той же упаковке, ничего не изменяется, только если вы уже запустили продукт и хотите его видоизменить, есть такая возможность, вот, и, соответственно, опять же, если у вас пошли продажи, вы понимаете, что вам нужно дополнить поставку, то вы в моменте просто сообщаете, нам нужно отгрузить как можно побыстрее, и так как мы являемся уже действующими партнерами той или иной фабрики, мы получаем приоритет на производстве, мы получаем приоритет перед отправкой товара в кратчайшие сроки. Можно следующий этап, следующий слайд. Предыдущий слайд можно вернуть на минутку посмотреть, не успела посмотреть. Ребята, не переживайте, мы вам направим всю информацию, вы ознакомитесь и вам будет все доступно и понятно. и обратите внимание на то, что опять же, пока мы не ушли от этой темы, какие преимущества мы получаем при взаимодействии с фабриками, то есть зайдя на любую из платформ, вы можете увидеть тысячи предложений, что там что-то продается, но учтите, что в Китае есть всего 5-7 фабрик, кто занимается реализацией той или иной продукции, все остальное это дистрибьюторы, это перекупы, они нам в корне неинтересны, поэтому я тут и призываю обращать внимание, быть бдительным на этапе, если вы сами хотите попробовать что-то поискать, обращайте на это внимание, потому что очень часто какие-то малейшие изменения, какие-то сверх уникальные цены наталкивают на одну мысль, то, что там, возможно, по ту сторону экрана сидят мошенники, и когда мы отбираем для вас фабрики, вы должны понимать, что Китай, он сам по себе взаимодействует север Китая и юг Китая, Гонконг мы не затрагиваем восточную часть, а западная часть как бы производит, но там чаще всего строительная техника, спецтехника, оборудование различное, нас интересует север и юг. Так вот, очень часто бывает такая история, что находим товар и он на юань на полтора дешевле, но мы видим, что их фабрика находится на севере. Вы поймите одну простую вещь, что наши склады, наши основные центры по взаимодействию по логистике находятся на южной части Китая. Соответственно, пока вы получите товар с севера Китая, вы потеряете больше, чем эти юани или полтора, поэтому задача находить фабрики непосредственно близ тех пунктов, откуда будет осуществляться отправка. Поехали, следующий слайд, следующий слайд будет описание и еще один следующий слайд. Да, проверка фабрик. Когда мы начинаем уже взаимодействовать с той или иной фабрикой, мы понимаем, что продукция соответствует нашим требованиям, пожеланиям, мы проверяем их на наличие сертификатов. Это первое. Вы обращаете внимание на сертификаты, потому что китайские фабрики, они имеют международные стандарты, качества. Поймите, ширпотребу в Китае места больше нет. В ковид, если бы они стали производить барахло, от них бы отвернулся весь мир. Они сделали упор на высокотехнологичное оборудование, они сделали упор на передовые товары, тренды, то есть они очень быстро копируют новинки и благодаря этому с Китаем комфортно работать, то есть всегда можно найти уникальный продукт. Сколько у них отделов сейчас задействовано, которые взаимодействуют с искусственным интеллектом, передовые технологии, Китай лидер, Китай лидер, тут нечего добавить, и поэтому качество, понятно, что у них есть международные сертификаты, да, в России мы их не можем использовать, в России вам придется сделать сертификат, но у вас фабричная продукция, она полностью приходит с конвейера, и вы ее получаете в руки, или же вы покупаете что-то на рынках, непонятно, в какой выцвешившей упаковке и сколько она там пролежала, это большое преимущество, вот, и опять же, обращаем внимание на количество сделок той или иной компании, да, вообще, сколько она действует, функционирует на рынке, да, обращаем внимание на количество брака, сколько, сколько вообще положительных отзывов, сколько негативных отзывов, потому что, если вы сделали заказ, но вы не поделились тем, что вас не устроила поставка, то этот заказ считается, в принципе, успешно выполненным, поэтому мы обращаем внимание на такой критерий, как повторное количество заказов, понимаете, вот вы сделали заказ, и если вы идете повторно покупаете, значит, вас все устраивает, а это уже говорит о многом, да, то есть это уважение среди покупателей, вот, и опять же, давайте сейчас сделаю такой релакс, и проверим вашу интуицию, такой вопрос, количество сотрудников на предприятиях, да, на сегодняшний момент, вот, фабрики, 22-23 год, можете озвучить, как вы считаете, сколько в среднем на нормальной фабрике должно присутствовать сотрудников, вот, можете написать прямо в комментариях, кто угадает плюс-минус точную цифру, свяжемся, сделаем бонус интересный от компании, вот просто какая цифра приходит в голову, как вы думаете, вот, фабрика занимается производством абсолютно в различных категориях, вот, сколько должно быть сотрудников, чтобы они давали кратчайшие сроки, сколько должно быть сотрудников, чтобы меньше брака было, вот, и вам не нужно было там сидеть и ждать два, два-три месяца производства, да, как раньше запугивали всех селлеров и все очень боялись взаимодействовать с Китаем, а пока можно включить следующий слайд. 150 человек, 1000 человек, 1500 человек, 30, 100, 100 тысяч, нормально, почти как город в России, да, 100 тысяч, круто, вот, но я жду ваши отзывы, да, то есть, опять же, на этом слайде мы все подробненько расписали, и давайте акцентирую внимание на том, то, что фабрики в Китае действительно продвинулись далеко вперед, и сейчас в среднем штат сотрудников действительно составляет от 30 до 50 человек, то есть, все остальное это роботизированная техника, то есть, там настолько все оптимизировано, все слажено, и многих сотрудников просто поубирали, заменили на автоматизацию, вот, Вероника 30 написала, и Елена Конопихина, вот, хорошо, мы с вами свяжемся, когда вы там дадите обратную связь, сделаем вам бонус, вот, круто то, что покреативили, вот, конечно, фабрики были вообще сверхогромные, сейчас они стараются проводить разделение труда, но именно вот все сферы, которые взаимодействуют под электронную коммерцию, среднее значение сотрудников 30-50, вот, и там одна треть вообще занимается продажами, маркетингом, вот, можно следующий слайд и продолжим. Контроль продукции, что немаловажно, связались с фабрикой, выбрали продукт, отгрузили, может, еще и не отгрузили, может, только произвели товар, что делаем дальше, фото-видео-фиксация, смотрите, на каждом этапе взаимодействия, да, с Китаем, вы получаете фото-видео-фиксацию, даже на этапе подбора товара у вас есть четкое понимание, какой-то продукт вы приобретаете, какая упаковка, какая комплектация, какая инструкция, какая розетка, да, это очень важно, привозят товар с китайскими розетками, потом страдают или вкладывают переходники самые дешевые, и вот вам уже какие-то там отзывы пойдут, если что-то там будет не так с товаром, поэтому фото-видео-фиксация, все ремарочки нужно указывать на этапе контроля, да, и смотрите, что можно предложить на этапе взаимодействия, для того, чтобы убедиться, что с партией все хорошо, не нужно волноваться, все под контролем, во-первых, мы можем получить информацию от предприятия, это первое, второе, мы можем отправить сотрудника на предприятие в момент производства, или когда фабрика уже закончила производство, мы направляем сотрудника, он целый день находится на предприятии, проверяет контроль, осуществляет контроль продукции, то есть здесь, если вы понимаете, что у вас партия действительно большая, возможно, закупка от тысячи единиц, то, конечно, сделайте контроль, это от 300 долларов стоит, можно позволить, но при этом вы будете спокойно спать и не переживать. Можно проверить товар на складе, когда фабрика нам уже отгружает товар, и перед тем, как мы его отправляем в Россию, мы его в любом случае открываем, проверяем. Есть определенный тип продукции, которую мы можем открыть, посмотреть, проверить, это один случай, да, а есть случаи, когда продукция приходит, вот наушники в последнее время приходят упаковки уже полностью запаянные, то есть вот вы заказали тысячу наушников, если вы скажете, я хочу проверить каждые наушники, поймите, вам откроют эту упаковку, а когда клиент будет ее получать, то, соответственно, он получит уже не новый товар, да, тут будет вопрос, а что это такое вообще, что это за наушники и где их собирали, в каком подвале, поэтому нужно думать, что при взаимодействии с предприятиями нужно очень грамотно проводить контроль качества, да, получили уже, когда товар в России, сделали фото, видео, какие-то ремарки появились там с продукцией, какая-то там упаковка, цвет некорректно пропечатался, фото, видео прикрепляем в течение 10 дней, все согласовывается с фабриками и на дальнейшие поставки допоставляется, вообще не проблема, не нужно переживать, волноваться, количество брака присутствует, но оно минимальное, чаще всего не доходит даже до 2%, то есть чаще всего в диапазоне до 1% какие-то там, не знаю, дефекты проявляются. Следующий слайд, контроль продукции и что стоит отметить, то что когда мы товар получаем у нас на складе в Китае, то в любом случае мы выборочно открываем коробки, смотрим на соответствие, то есть не будет такого, что мы заказали с вами там черные сумки, пришли красные, мы отправили их, нет, вы видите фото, вы видите видео, что это за товар, вы точно такой же продукты и получаете. Если мы заказали черные, пришли красные, расторгаемся, отправляем товар обратно оттуда, куда он пришел и уже, ну это форс-мажорные ситуации, там заменить продукцию, там, не знаю, займет 2-3 дня. Вот, давайте следующий слайд. упаковка и подготовка к отправке. Да, немаловажный момент, на который стоит обратить внимание. Во-первых, для нас очень важно, чтобы вся электроника, которая поступает из Китая, она была грамотно упакована, то есть, если мы понимаем, что у вас хрупкий груз, ценный груз, автоматически вы получаете обрешетку, вы не принимаете решение, то есть, если раньше там клиенту говорили, вот, вы можете там скотчем запаковать, так будет дешевле, или вы можете сделать обрешетку, так будет дороже. Нет, если идет электроника, будет обрешетка, потому что вы не представляете, то есть, раньше, да, дважды, трижды вашу продукцию просто перебрасывали из машины в машину, и вот эта экономия, там, тысяча, две тысячи рублей, она может стоить вам просто целостности вашей партии. Мне хотелось бы, чтобы вы получали качественные услуги, качественный товар, и вам не нужно было переживать, а что мне делать с этим продуктом, да, поэтому на этапе просчета товара вы автоматически уже получаете стоимость с учетом, если хрупкий груз, у вас будет пузырчатая пленка, коробка, обрешетка, если у вас объемная партия, автоматически она помещается на палету, если у вас пришел груз, и там много-много-много непонятных коробок, мы перепаковываем, я имею в виду коробки, которые поверхностные коробки, внешние коробки, мы переупаковкой занимаемся, чтобы минимизировать объем и повысить плотность отправки, то есть мы составляем более четко эти коробочки, чтобы все компактно доходило, вот, происходит тапок решетки, поверх скотч и мешковина, вот, дальше, если мы закупаем с вами товар, не знаю, какой-нибудь объемный, это могут быть детские игрушки, набитые, ну, не знаю, там, синтетикой, набитые, во-первых, они все вакуумируются, они, понятно, идут в пленке, но они вакуумируются до определенного этапа, чтобы эти мешки не взорвались, и, ну, никакого дефекта для продукции не последовало, вот, если мы говорим про продукцию, например, ну, не знаю, пусть будет какие-нибудь памперсы, да, то есть мы их уже не вакуумируем, потому что это будет непригодный товар, мы их прессуем, прессуем, но до определенного момента, то есть можно, опять же, несколько тонн бросить, и как бы товар придет в негодность, нам это не нужно, вот, поэтому здесь у вас появляется такая возможность оптимизации, вам не нужно заморачиваться по этому поводу, а как у меня товар будет упакован, то есть чаще всего мы получаем обратную связь, мы вот там час пытались открыть коробки, спасибо, вот, в таком формате работаем. Давайте следующий слайд, этот слайд опять же для вас со всеми ремарочками, вот, но тем не менее давайте еще следующий слайд, да, самое интересное, да, то, что всех вас затрагивает, какие сроки и вообще какие способы доставки есть на сегодняшний день, во-первых, самый популярный способ на сегодняшний день, это, конечно же, авто, авто у нас просто молодцы в этом году, в связи с тем, то, что отменили ковидные ограничения, компания ЧНОК доставляет грузы в среднем 11-13 дней, быстрое авто, если говорим про медленное авто, да, чтобы подешевле, это в среднем выходит 4 недели, вот, есть ЖД, ЖД, поймите, для ЖД у вас должен быть какой-то тяжелый груз, не знаю, возможно, вы захотите какие-то станки привезти, оборудование, может быть, какая-то, не знаю, велосипеды, то есть не пойдет продукция, которая будет, не знаю, салфетки, вы не отправите по ЖД однозначно, потому что вес маленький, объем много, ЖД очень ценит качественное отправление, ну, и, конечно же, авиа, авиа, это для тех ситуаций, когда человек понимает, что, вот, он уже готов закупить товар, но ему нужно перестраховаться и перепроверить, что это за товар, там огромные партии, огромные закупки, тогда, да, игра стоит свеч, там затраты, там идут расчеты, в среднем от 3 до 7 дней, да, доставка доходит в Пекин, Москва, Гуанчжоу, Москва, вот, это ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, также есть такой способ доставки, как море, но там очень много рисков и под маркетплейса, я вам его не рекомендую использовать, то есть, если у вас есть какой-то спецзапрос, вы можете его направить, мы уже сориентируем вас, насколько мы сможем с вами взаимодействовать по тому или иному направлению и подберем для вас оптимальный маршрут, вот, то есть, здесь, в принципе, все ясно, понятно, надеюсь, если есть вопросы, вы также их указывайте, и касаемо популярного вопроса, какая у вас логистика, сколько за килограмм, поймите одну простую вещь, плотность товара, вес, ваша конечная партия, и что за характер груза, то есть, вещи, электроника, да, то есть, проще всего, конечно, сформировать запрос, рассчитать его и уже понять, то есть, чаще всего, даже нам приходится переуточнять через наших брокеров, чтобы они рассчитали через логистов, чтобы они рассчитали непосредственно весь объем, вес, вес, и далее конечную ставку, да, которая у вас будет по доставке, вот, сходу, сходу, если я скажу, там, 4,5, но это, это просто строгий, строгий расчет, 4,5 доллара за килограмм, это ни о чем не говорит, если у кого-то есть опыт в работе с Китаем, тут поймет, давайте следующий слайд, да, минутка юмора, и мы уже, в принципе, с вами подходим к финальной части, поэтому осталось совсем чуть-чуть, те, кто досидел до конца, да, сейчас расскажу вам, как все-таки выполнить 4 успешных шагов по заказу товара, да, в первую очередь находим интересующий вас товар, делаем скриншот, готовим его, в первую очередь пропускаем через алгоритмы там, цен в России и прицениваемся в Китае, направляете информацию специалистам, да, ну, то есть проанализировать цены в России и в Китае, вот, к чему это вообще призывает, в первую очередь, ну, вы же понимаете, что мы сейчас там с вами спиннеры не повезем, однозначно, их время прошло, мы не повезем с вами попыт, их время прошло, вот, вот такие товары высокорисковые, то есть нужно с особой осторожностью выбирать, поэтому отдавайте отчет тому, что вы ищете, отдавайте отчет, сколько товаров вы запрашиваете, бывает такое, то, что нам присылают 50 единиц товаров, SKU, вот представьте, 50 единиц товаров, на каждое SKU, к примеру, нам надо связаться с тремя фабриками, огромный труд, да, то есть на начальном этапе мы даем возможность вам проценить 3-5 позиций, чтобы вы определились, чтобы вы поняли, чтобы вы вообще получили какую-то рекомендацию, как правильно сделать подбор или выборку товара, вот, направляете эту информацию уже в сжатом виде фото, количество, желаемый цвет, какая нужна упаковка и город поставки, куда вам нужно, обычно это все доходит в Москву, а потом перераспределяется хоть на край света, вот, присылайте информацию о товаре специалистам, и дожидайтесь результатов, чаще всего ответ поступает в течение суток с момента обращения, то есть у вас появляется индивидуальный специалист, который работает непосредственно с вами, закрывает все ваши вопросы и вы можете с ним списаться, созвониться, получить консультацию. Следующий слайд. Да, немаловажный момент, это то, что через три дня там начнется уже в Китае контентская ярмарка, это первый этап, в первую очередь, мы его не считаем основным, мы считаем, что для нас, для сейлеров, кто работает с E-ком, все-таки актуальнее взаимодействовать на второй, на третьей фазе, это самые интересные такие периоды для взаимодействия, но тем не менее, с 15 апреля начнется сама выставка, мы начнем собирать каталоги для вас, делиться идеями, новыми товарами, креативами и всей информацией, что будет там представлено. Чаще всего с этих ярмарок из Китая товары в течение полугода-года разлетаются по всему миру и задают тенденции, новые веяния моды, то есть это то, что движет в принципе мир вперед, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получилось, конечно, полететь в Китай, будет такая возможность в формате онлайн ознакомиться с выставкой, ознакомиться с каталогами, возможно, не день в день, потому что команда у нас будет присутствовать на выставке, будет работать, собирать информацию, но обязательно в моменты, когда не будет проходить та или иная фаза, мы будем публиковать каталоги для вас специально, чтобы вы видели новинки, актуальные товары и были первыми, кто сможет уже взаимодействовать с той или иной продукцией. Следующий слайд. Да, ребята, вот и пришло время все-таки поделиться нашими контактами. В нижней строке мы указали для вас контакты Instagram, наш канал, мой аккаунт, и в верхней строке у нас указаны QR-кодики, которые вы можете прямо сейчас отсканировать. Первый QR-код в день Amazon это мой Telegram, ChinaK наш канал, order ChinaK это если вы хотите сделать заказ, направить запрос или получить консультацию. По любому QR-кодику вы можете направлять информацию по хэштегу, кто помнит давайте указывайте хэштег, получайте доступ в закрытый канал с каталогами, это такой для вас бонус, кто досидел до конца и давайте я пока в моменте поотвечаю на ваши вопросы, кто не успел задать или возможно они у вас появились, пользуйтесь такой возможностью, ну и в принципе на сегодняшний день этот эфир подходит к концу. фотографии вы делаете, если вы имеете ввиду профессиональную фотосъемку, то эта идея для Китая она неуместна, потому что огромное количество товара поступает в текущий момент, поэтому на таких объемах какие-то качественные фотографии мы не сможем вам предоставить, единственное, что мы можем предоставить, это заказали вы там 300 единиц товара, одну единицу товара мы можем вам там отправить как образец, вы его получите, вы там уже сами с ним разберетесь, как вам его отфотать и что сделать, вот, это без проблемы, это оптимальное решение, это работает у нас клиенты, в принципе довольно, у вас до получения продукта там будет дней семь, вы можете все карточки переделать и заснять видео, и какому-нибудь еще и блогеру отправить товар, вот, по Турции вы тоже работаете, по Турции у нас есть фабрики, мы взаимодействовали с Турцией, но мы решили, что все-таки им нужно расти и расти, то есть агрессивный рынок, агрессивная среда, и если в Китае мы можем вести переговорную часть, отстаивать свои интересы, то в Турции так не работает, вы можете полностью согласовать все ТЗ, а по итогу получить не то, что заказали, то есть результатом вашего взаимодействия станет потеря денежных средств, вот, подскажите, пожалуйста, от скольки единиц одной модели принимаются на пошив одежда под своим брендом, обращаю ваше внимание на то, что если вы найдете товар на одной из китайских платформ, таких как я озвучил ранее, Алиэкспресс, Алибаба, Джум, Джиеди, вы можете спокойно прислать референс, и понятно, что там бирки, маркировочку, какие-то доработки свои, мы можем сделать под вас, вот, но если вы имеете в виду то, что вы скинете свои эскизы, вы захотите запустить свою линию производственную, то здесь придется поискать, это в первую очередь, не все фабрики согласятся на производство по вашим эскизам, ну и там должны быть достойные объемы, да, продукции, там, не знаю, от тысячи, от пяти тысяч единиц, вы можете направить свой запрос, получить уже компетентный ответ от специалиста, который будет взаимодействовать с категорией одежды, то есть задать все вопросы и уже от этого отталкиваться, чаще всего, чаще всего находите категорию товара одежды, говорите, мне нужен тот или иной продукт, там, не знаю, джакеты нужны, хорошо, мы найдем фабрики, которые делают самые крутые джакеты, вот, выбираете, дорабатываем, что-то изменяем, погнали, производим, выгодно, выгодно, а на упаковке будет русский язык или все на китайском, ну, вот, опять же, поймите одну простую вещь, чтобы товар пришел полностью на китайском, я, наверное, не видел уже такие товары более двух лет, да, если вы находите компетентную фабрику, если вы понимаете, что это действительно профессионалы, качественная продукция, чаще всего это английский язык, доходите до хороших объемов, там, 500 SKU готовы заказать, делаете инструкцию на русском прямо в Китае, делаете бренд свой на упаковке, делаете дизайн, если хотите, если нет, оставляете тот, который есть и все, то есть, все исходники от вас и пожалуйста. Дальше. Смотрю с телефона, как быть, делаете скриншот, открываете галерею и у вас автоматически телефон сочетает любой из QR-кодов, переходите и пользуйтесь. Класс, спасибо. Ссылки просто на каналы напишите, пожалуйста, не понимаю, как эти QR-коды сканировать, я смотрю с телефона. А, давайте, я вам отсканирую в моменте на основной канал и обратите внимание, в основном канале China.ok у нас непосредственно, который я сейчас укажу, указаны все ссылки, указаны все ссылки, куда вы можете перейти, это YouTube, Instagram, Telegram, соответственно, соответственно, сейчас пропустил хэштег, Иван, у меня плохие новости, тот, кто был в эфире, тот не пропустил, попробуйте полистать, может, увидите, а может, вам ваши коллеги подскажут, так, 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 ссылочку прикрепил, я не знаю, на самом деле, у вас куратор в любом случае, да, подскажет, мы направим всю информацию и еще не забывайте то, что для вас мы подготовили презентацию, чтобы вы ее использовали на этапе взаимодействия. Дальше. По количеству товара определен, минимум, спасибо. Определенный минимум, спасибо. Спасибо. Чаще всего это 100-200 единиц, в зависимости от 100-200 единиц от категории товар-зависи. Так, отлично. Хэштег тоже указали, ребят. В принципе, на все вопросы я ответил, если что-то еще вас интересует, давайте спрашивайте, переходите, регистрируйтесь, пользуйтесь и в принципе я надеюсь вы получили максимум пользы, вы довольны, что не просто так 12 апреля мы с вами сегодня собрались, такой знаменательный день, потому что это действительно очень-очень хорошо. Так, ну что, ребят, форму прикрепили, да, вы можете в формочку перейти и указать все контакты, вот. Супер. Что, ребят, хочу выразить огромную благодарность всем, кто присутствовал на эфире, все, кто задал вопросы, молодцы, все получится, если не успели задать вопрос, пишите, мы всегда ответим с радостью, поможем вам, школе Юлии Назарковой и Диане огромное спасибо, что пригласили нас на эфир, вот, очень рад был с вами пообщаться. Наталья, спасибо, Оксана, спасибо, Иван, спасибо. Хорошо, все, отличного вам вечера, компания Чайная Кейна связи, запись эфира обязательно будет, кто перейдет еще и в основной канал, там по ссылочкам все сможете найти, вот, всем хорошего вечера, пока-пока.